коллеги добрый день меня зовут максим карастиев я технический эксперт компании сингента по садам виноградникам и сегодня я бы хотел своей небольшой презентации рассказать вам именно о защите плодовых деревьев от вредителей весеннего периода то есть с чего начинается защита какие на этот момент существуют вредители и какие препараты какими методами борьбы мы можем пользоваться и так с чего же начинается защита плодового сада конечно же прежде всего с прогноза то есть вы в любом случае должны знать какие вредители у вас появятся и должны заранее уже спланировать защитные мероприятия которыми будете пользоваться в этот период немного поговорим о тех вредных объектах которые как раз и будут возникать в периоде с зеленого конуса до до розового бутона то есть мы будем говорить о вредителях этого периода до начала образования плодов и так начинается все с прогноза и правильный выбор стратегии от вредителей сада и какие же вредные объекты встречаются рано весной и какие их особенности развития которые мы должны знать для того чтобы нам правильно подобрать класс инсекцида правильно подобрать препарат яблона медианица раньше всех появляется в саду то есть самки выходят из мест зимовки вот она как красивая самочка выходит и начинает уже откладывать яйца из яиц получаются личинки личинки начинают вредить и почкам и побегом в этот момент конечно период откладки яиц нам нужно запланировать обработки для того чтобы этого не происходило дальше чешуекрылые вредители их в саду очень много есть чешуекрылые отряда пятницы да и есть из семейства листоверток что же такое все это относится к листогрызущим гусеницам то есть появляются гусеницы которые вредят листьям да вот здесь хорошо видно то есть они сгрызают часть листовой пластины тем самым нанося вред также могут выдать и почки также могут выдать и цветковые почки поэтому как раз вот пятницы и листовертки листогрызущие гусеницы которые наносят вред рано весной что же особенного да чем отличаются пятницы от листоверток очень интересный момент и отличить их довольно таки несложно в саду если вы бываете то есть вы можете наблюдать о том что если это пятница она передвигается вот таким вот образом то есть как пятница да просто нужно заставить ее побегать спугнули и она поползла вот таким вот образом если это листовертка она будет передвигаться прямо да и она не будет изгибаться посередине дальше кроме этого у нас есть огромное количество жуков то есть вот это семейство калиоптера она включает в себя там и серый почковый долгоносик и аленка бронзовка мохнатая и козарки и букарки яблоницветоед если мы будем говорить про серого почкового долгоносика что этот вредитель жук он прежде всего питается почками но когда уже появляются плоды в этот период им он еще продолжает развиваться если не бороться с ним он может также повреждать и плоды выгрызая там ямки и потом мы просто видим когда плод вырос он деформирован видно что там питался как раз тот серый почковый долгоносик если касается аленки мохнатой в чем сложность этого вредителя она заключается именно в том что аленка она вредит именно период цветения и она как вы видите на здесь на фотографии выгрызает пестики тычинки тем самым не образуется плодов из цветка потому что нет тычинок нет пестиков нет завязи плодов букарки козарки тоже они встречаются больше скажем так центральной черноземной области да и тоже наносит вред то есть вначале могут питаться почками потом точно так же когда уже образуются плоды точно также могут уже делать уколы на плодах что делает опять деформацию плода и делает плод уже не конкурентоспособным то есть он уже имеет деформации пойдет носок и особое внимание хотел бы остановить именно вот на яблоном цветоеде что же это за вредитель и когда против него бороться наверное все иногда в садах у себя видели такие вот нераспустившиеся бутоны то есть уже идет конец цветения да уже период образования плодов но вы видите что часть бутонов она так и осталась нераскрытая и когда вы подходите и начинаете вот так руками раскрывать эти нераскрывшиеся бутоны вы можете наблюдать вот такую вот чудесную личинку которая здесь вот спряталась да и внутри бутона живет понятно что в этот период времени ее уже бесполезно работать когда же нужно было начинать обработки для того чтобы у вас не появились вот такие нераскрывшиеся бутоны и конечно же надо просто знать биологию вредителя время обработки против яблона цветоеда нужно начинать тогда да зная биологию что самка откладывает яйцо вне раскрывшиеся бутоны то есть когда еще бутон находится в закрытом состоянии и в этот момент как раз самки и откладываются то яйца то есть когда уже произошло разрыхление бутонов розовый бутон сюда уже самка не откладывает яйца и обрабатывать в этот период времени уже поздно и поэтому здесь вы должны были обработать как раз именно в период выдвижения бутонов сделать обработку препаратом которым будет эффективный против яблонного цветоеда дальше яблонная листовая галица доставляет много проблем тоже садоводом она в основном питается как бы на листьях закручивает листья тем самым снижая фотосинтетическую активность и продуктивность яблони да обычно мы уже видим вот такие симптомы закрученные листья уже ну скажем так когда у нас плоды образовались уже после цветения уже плод лещина грецкий орех мы видим и начинаем судорожно что делать правильно опрыскивать но тогда уже поздно потому что лист завернут и вот эти вот чудесные личинки которые находятся внутри листа к ним препарат просто не проникает здесь важно знать что в борьбе с листовой яблоной галицы нужно обрабатывать именно в период перед цветением то есть в розовый бутон когда самки выходят и начинают заселять в этот период сделать обработку эффективным препаратом и тогда у вас не будет таких негативных проявлений и вам тогда не придется работать по личинкам против которых когда они уже свернуты листья препарат просто не проникает и не работает в этот период кроме яблонной галицы что еще может встречаться в садах яблонный плодовый пилильщик повреждение пилильщика мы можем как на плодах в таком виде да то есть когда мы допустим смотрим вот личинка пилильщика повреждает и отличие от плодожорки в том что у пилильщика всегда эти вот экскременты да мы видим они такого жидкая в жидкой форме и довольно таки с неприятным запахом в отличие от плодожорки где входное отверстие ровненько кругленько экскременты там сухие вот и они как бы там на без вот этого характерного запаха точно также пилильщик может повреждать и вот в таком виде то есть когда вот рано весной он повредил плод то потом остается вот такой характерный след от пилильщика один одна личинка может повреждать до трех четырех плодов и так совсем молодым таком вредителем я его называю это трипсы на яблони они всегда были в садах они были и пять и шесть лет назад на них никогда не обращали внимание но с 2020 года когда у нас если помните практически всех регионах были заморозки весенние и часть урожая во время цветения яблони она ну скажем так попала под заморозки и все ждали вторичное цветение да там на каких-то других почках то есть цветение шло больше двух недель больше двух недель держали пчел в садах для того чтобы все это опылилась и этот период практически длился чуть ли не месяц то есть в розовый бутон сделали обработку потом конец цветения там через три-четыре недели и обработку до сих пор не делали потому что все таки что-то доцветало пчел еще оставались в саду и это позволило трипсон который раньше не имели никакого значения до этого до года они позволили как раз вот вредить вот такими вот как называемый анютин глазки да то есть допустим что это что происходило что в конце цветения трипсы питались на плодах и появлялись потом уже когда плоды начинали созревать пигментированные такие пятна и опять же когда же наиболее эффективно нужно было защищать против трипсов потому что дальше они потом питаются вот на как вот здесь видно допустим трипсика да он питается уже на побегах и здесь здесь вот если видно тоже вот питается на поверхах но наибольшую вредоносность он представляет когда когда идет именно конец цветения начала образования плодов когда он питается плодами пока они еще нежные мягкий тогда образуются эти пятна и конечно же нужно прежде всего обрабатывать и перед цветением и сразу после цветения почему перед цветением потому что как нам говорят иностранные источники что самка откладывает яйцо в околоплодник именно в период цветения. Поэтому нужно в розовый бутон запланировать продукт, который будет на всем периоде цветения сдержать эффективность. И плюс запланировать обработку сразу после цветения. То есть в конце цветения нужен тоже инсектицид, который будет работать против трипсов. Итак, важно не упустить момент обработки и правильно выбрать препарат. То есть в начале вегетации мы пользуемся не таким широким спектром набором всех инсектицидов. В основном мы можем справиться как неоникотиноидами, если мы работаем по тлям, трипсам или жукам. Но также можем применять и перитроиды, и вусорорганику, если вдруг у нас появляются какие-то гусеницы. Есть также и другие классы действующих веществ. Допустим, мы можем использовать и диамиды, можем использовать и абаметин, если у нас вдруг нужно бороться с клещами в этот период. Мы тоже можем использовать и другие классы действующих веществ. Когда же какой продукт будем применять? Перед вами система защиты из трех обработок. И мы можем с вами видеть, если у вас вдруг появилась рано весной яблонная медьяница, вот здесь вы должны запланировать продукт эфория. Если вдруг бывает такое, что листогрызущие гусеницы уже в этот период появляются, бывает почка еще не распустилась, только-только начинает распускаться, а тут уже гусеница ждет, когда же она распустится питаться этими молодыми листьями, здесь вам неизбежно поможет эфория, потому что эфория содержит два действия вещества. Одно из них неоникотиноид, другое перитроид. И поэтому этот продукт будет работать по всему спектру вредителей, как жесткокрылых, да, жуков, как патлянт, как патрибсон и по всем остальным. Дальше, допустим, очень важная обработка, то, что мы говорили, против яблонного цветоеда. То есть, когда самки начинают выходить из мест зимовки, откладывать яйца в нераскрывшийся бутон, здесь препарат каратезион с легкостью справится с этой проблемой. То есть, в период именно выдвижения соцветия, в период разрыхления бутонов можно обрабатывать каратезион, и вы закроете весь этот спектр вредителей, которые на экране, тех, о которых мы сегодня говорили. И очень важная обработка именно в розовый бутон. Почему я этой обработке, ну, уделяю такое большое внимание? Потому что эта обработка должна обеспечить, обеспечивать эффективность на протяжении всего периода цветения. То есть, препарат должен сработать как в розовый бутон и захватить как можно дольше часть цветения. Потому что в цветении, вы знаете, что работать нельзя, потому что здесь у нас пчелы, и мы работать инсектицидами не имеем право. И поэтому здесь должен быть препарат, который сработает быстро сейчас и будет работать долго потом. И препарат Амплиго как нельзя лучше вписывается в эту схему. Почему? Потому что здесь есть лямбда цигалатрин, который обработает сейчас, и есть хлорантронилипрул, который будет работать продолжительно долго. И если вдруг у вас есть клещи, то тоже применение вертимека будет здесь необходимым, потому что мы как привыкли бороться с клещами. То есть, когда мы их уже увидели, когда уже лист начинает, скажем так, терять свой цвет, когда уже начинает рыжать, мы начинаем думать об акарицидах и применять акарициды. На самом деле акарициды нужно применять гораздо раньше. И у нас основные виды клещей – это красный плодовый клещ, паутильный клещ, но еще бывает встречается боярышниковый клещ, где-то еще есть клещ шлифтиндаля. Это в центре часто встречается. И вот клещи начинают, допустим, красный плодовый клещ, отрождаются личинки еще в период розовый бутон в движении соцветия. Если вы в этот период поборолись с клещами, то вам потом будет проще, то есть в цветении, если вдруг сложится так, что будет массово развития клеща в цветении, вы, обработав в розовый бутон, просто избавляетесь от этой проблемы, то есть вы ее решили заранее. И если говорить о том, если у вас все-таки нет яблона-миндяница, то вы вполне обойдетесь двумя обработками и точно также можно запланировать обработку в выдвижении бутонов эфории и в розовый бутон обработка амплига позволит вам избавиться от вредительного долгое время. И все-таки все обработки нужно проводить после тщательного мониторинга в садах. Почему так? В чем вообще отличие защиты яблони до образования плодов и после? В том, что когда вы работаете до образования плодов, здесь большинство вредителей открыто сживущие. И мы используем такие простые продукты, допустим, как актора, эфория, карате, амплига. И здесь у вас листогрызущие гусеницы, они легко контролируемы. То, что говорить будем уже о защите яблок и защите после того, как образовались плоды, там уже все немножечко сложнее и большой спектр вредителей, и там у вас уже возможности переработать не будет, потому что если плодожорку вы не убрали в нужный момент, второй-третий возраст питается уже внутри плода, вам ее там ничем не достать. Но об этом мы расскажем вам в следующих лекциях. А вам спасибо за внимание. Ждем вас на наших встречах. Спасибо.